Всем привет! Я приветствую вас на канале, посвященному всему помаленьку. На данный момент это рынок криптовалют, поэтому если вам тоже интересен этот рынок, если вы инвестируете в криптовалюты, какие-то уже прикупили, либо держите на балансе на биржах или в кошелечках, есть чем поделиться или интересная данная тематика, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если данное видео будет вам полезным, чтобы его смогли посмотреть и другие криптоэнтузиасты. И как обычно, большой привет крипто-новичку! Сегодня я хотел бы рассмотреть такую валютку, как Stepan, либо как она торгуется под названием GMT на биржах. Появилась она совсем недавно, но уже наделала много шуму. А почему и с чем это связано? И задействован ли здесь какой-либо маркетинг? Постараемся разобраться в этом видео. Смотрите, на текущий момент Stepan находится в рейтинге по капитализации по данным сайта CoinMarketCap на 56 месте. Уже у 135 тысяч человек в наблюдении. Валюта выполнена в контрактах Binance Smart Chain, также в Савляне. Обзор этой криптовалюты, кстати, я делал. Можете переходить по ссылочке, посмотреть. Неплохая монетка. Я ее прикупил в свое время. А GMT на данный момент стоит 3 бакса. Максимальная стоимость практически была, смотрим, 19 апреля. 3,8 доллара. С тех пор была неплохая скидочка. Получается в 25%. Ну, как бы это и ничего страшного. Стартовала монетка на биржах 9 марта. Запускалась она на Binance. Я этот лаунчпад пропустил, к сожалению. Было не до того. И стоила всего лишь эта монетка при минимальной стоимости в 10 центов. Можно было взять уже тогда, купить еще за целых 2 дня. То есть она не распродавалась, но можно было купить и взять уже практически 30 иксов. Получить 30 красный прирост капитала. Рыночная капитализация на текущий момент почти что 2 миллиарда долларов. 1 миллиард 800 миллионов. Прикольно. Циркулирующее предложение в 600 миллионов GMT. Максимальное предложение в 6 миллиардов. То есть ожидающий выпуск еще в 10 раз будет больше. Если мы зайдем на такой сайтис как BACscan, который ослеживает все транзакции, также всех держателей, все ваши кошелечки, то увидим здесь, что держателей данной валюты 26 тысяч, почти что 27 уже. Трансферов было очень много, это 400 тысяч. Происходят они, смотрите, буквально каждую секундочку. Неплохими объемами. Из держателей в основном, да, бинансовые горячие кошельки 6-7 в процентном соотношении 38%, 18%. Здесь же если зайти на Solscan, то держатели уже 45 тысяч. Получается, что в 2 раза побольше. И в этой цепочке тоже довольно-таки часто происходят трансферы. И в количестве тоже уже довольно-таки неплохом. Максимальное предложение при том, ну, практически 6 миллиардов. Что же это за токен такой? Green Metaverse, сокращенно GMT. GMT это управляющий токен Stepan с ограниченным количеством токенов 6 миллиардов. Участники рынка, они же игроки, покупают GMT для сжигания в приложении Stepan, чтобы получить доступ к функциям, предоставляемым Stepan. Такими как чеканка высококачественных кроссовок, обновление высококачественных драгоценных камней и участие в голосовании по управлению. Stepan это приложение для жизни в стиле Web 3.0 с забавными социальными элементами и геймифицированным дизайном. Пользователи, одеты в кроссовки, энергетичные эти, могут ходить, бегать трусой или бегать на свежем воздухе, чтобы зарабатывать налог на товары и услуги, которые можно использовать для повышения уровня и создания новых кроссовок. То есть прокачивая эти самые кроссовки, которые потом опять-таки можно продать за бешеные бабки. По чем они продаются на данный момент, чуть попозже зайдем и посмотрим. Игрок же может сдать в аренду или продать свои кроссовки энергетичные на торговой площадке внутри приложения. Доходы пользователей от GST хранятся во встроенном приложении кошельке со встроенной функцией обмена. Кто давно на моем канале, я делал как-то обзор, может месяц назад на так называемый Step, да, похожая была криптовалюта. Не знаю, кто какой умный и скопировал идею. Там была идея о том, чтобы ходить в день, порядка 4000 шагов получать за это вознаграждение в BNB. Но там нужно было держать на счету 20000 этих монеток Step. Здесь же нужны, как я понял, кроссовки, которые очень дорогие, предложение которых ограничено. Не всем они достанутся, а соответственно цена их космос. Если зайти к ним на сайтец, то мы увидим такую пяточку, которую хочется пощекотать. Здесь этот символ B, знакомый всем, потому что это биткоин. Здесь же эфириум, солана, бинанс, смартчейн. И девчуля в кроссовочках куда-то бежит. Далее, можно скачать приложуху сразу здесь же. Да, и присоединяйтесь сегодня и начните считать ваши шаги. Step.in это веб-приложение для стиля жизни, лайфстайл, социальными и игровыми элементами. Игроки могут получить вознаграждение за то, что ходят, бегают с трусцой, допустим, либо просто прогуливаются. Здесь же для всех, просто ради интереса, смотрите, уже показано сколько метров кому-то пройдено, кем-то участниками. В твиттере у них 293000, в дискорде тоже немало 247. Сожжено калории уже 522 миллиона. Углеродный какой-то оффсет, смещение углерода, это может в килограммах, может то, что был сожжен, да, не экола, как бы не знаю. Тоже 562 тысячи килограмм. И дистанция, соответственно, уже 8 миллиардов метров. Обалдеть. Что у них здесь по дорожной карте? Стартовали они в августе, понятно, что и макап здесь сделан. Сама концепция была придумана, двигаться, чтобы зарабатывать. В сентябре уже построили команду, придумали сенсор, ну и как бы организовали тест. В октябре откалибровали GPS навигацию, создали различные соцсети. В ноябре уже 4 числа был закрытый бета-тест, пофиксены все баги, большой патч был выпущен. В декабре начали уже, в общем, пиарить, уже и различные ивенты для комьюнити, маркетинговые ходы все. Ну и публичный бета-тест. В январе 2022 года, то есть совсем недавно, была запущена торговая опция в приложении. В феврале уже выпущен Marketplace и в марте произошло размещение. На текущий момент, в апреле идет обновление кошелечка. Также Stepan представлен Bloomberg, Yahoo News, Yahoo Finance, Cointelegraph, Benzinga, Nasdaq, MarketWatch. То есть при активной поддержке самых таких крупных журналов. И, видимо, там печатались различные статьи про Stepan. Можно переходить и почитать. Команда, как я понял, состоит из китайцев. Джерри Хуанг, основатель. Скорее всего, он придумал приложение, потому что он один из тех, кто разрабатывал игры очень долго. Маркетинг тоже гуру. И, как бы, наиболее загружаемая игра, наверное, с его участием или с его разработкой, стала на EOS в App Store. Яун Ронг. Это предприниматель, криптоангел, инвестор и стартап-инкубатор. То есть, скорее всего, он выделял деньги на каком-то первоначальном этапе. У него есть опыт от маленьких стартапов до национальных брендов. Ну, крутые чуваки, на самом деле, если это правда. Но, я думаю, это правда. Им какой смысл врать особо никакого нет. Джессика Дуан. Такая киса, такой черт, такой биткоиновский типок. Джессика имеет свыше 10 лет работы в высококлассных консалтинговых сервисах, структурах. Создает отличные команды и различные кросс-индустриальные коллаборации. Я, как понял, она хороший тим-лидер. Ну, не тим-лидер, а как бы, как это назвать-то? Когда создает очень хорошие команды. И такой вот бородатенький чувак-дизайнер. Райан Тернер. Well done, Тернер. Кто играл в Comic Zone, отличная игруха. Из Сеги. Из середины 90-х, наверное, 95-й год. Обязательно ознакомьтесь, не пожалеете. Актуально по сей день. В общем, этот мужичок, он иллюстратор, графический, интерьерный дизайнер. Сфокусированный на создании уникальных брендов и различных индивидуальностей. Основатель собственной дизайнерской компании. Malicious Delicious. Прикольное название, веселый чувак. В 2006 году. Даже не может подумать, чтобы заниматься чем-то еще. В общем, фанат своего дела. Далее здесь идут какие-то советники, просто советники. Для них даже нету описания. Это Scott Dunlap, William Robinson, Jason Kemp, Santiago R. Santos. Web3.0 инвестор. Этот какой-то тоже основатель венчурного фонда. Вот этот мужик, это вице-президент Adidas. То есть, кроссовочки, идея вся оттуда. Asics в том числе тоже. Главный акселератор альянса. При поддержке, смотрите, Sequoia, Follies Ventures, Binance. Это различные финансовые организации, которые поддерживают весь этот хайповый проект. Очень их много и они такие, в принципе, очень солидные. Также у них есть Discord, Telegram, Twitter, Reddit, Medium. В общем, они везде предоставлены в различных соцсетях. Как же начать считать ваши шаги? Первое, это выберите свои кроссовочки, которые подходят вашему уровню фитнес-подготовки. Грубо говоря, в физической форме. Смотрите, только вы можете зарабатывать, только когда у вас есть эти NFT-кроссовочки. И вы также вышли на улицу, совместно используете GPS. Кроссовки подправляются на волкеры, джоггеры, раннеры, трейнеры. То есть, тренерский режим, бегущий, легкобегущий и просто шагающий. То есть, от 1 до 6 км в час. Это вот моя тема. Бегущий, просто легкий бег, трусцой, так называемый, 4-10 км в час. Ну, здесь, видимо, ниже какое-то вознаграждение за это. Также и бегун уже 8-20 км в час. Но это очень крутой бегун. Даже, смотрите, 3 ножки. Это очень суперские кроссовки. Но за это вы получаете 6 каких-то монеточек. И тренерские кроссовки. Я, как понял, это универсальные, самые, наверное, дорогущие. Ну, мы посмотрим чуть позже. Найдите эти кроссовки в приложении на Marketplace. Но они очень дорогие сейчас, да. То есть, где-то по 3 тысячи баксов стоят. Возьмите еще себе кроссовок, чтобы повысить свой энергетический уровень. Также есть контейнеры, которые, возможно, содержат кроссовки различных типов. Кроссовки различных типов. Гопников, штангистов и прочих. Ну, различных типов и качества. Далее, здесь разобрана страничка по кроссовкам. Атрибуты также можно повысить какими-то камнями. Качества такие, как обыкновенные, необыкновенные, редкие, эпичные, легендарные. Это все то, чем сейчас гордятся различные NFT-хи. Хотя, по сути, кроссовки это же NFT-хи и есть. Есть какая-то шкала эффективности, которая, я как понял, увеличивает заработок. Удача, она увеличивает выпадение, ну, видимо, за вознаграждение. То есть, за бег вы получаете какие-то вознаграждения и получаете за это боксы. И что-то стоящее вам выпадет, если есть шкала удачи, либо она у вас сильно прокачена. В общем, такая ролевая игра по прокачиванию ваших кроссовок с вашим участием. Ну, тоже хорошая задумка. Гораздо больше пошли, чем степ, где вы просто держите монетки, ходите, гуляете и вам капает какое-то количество долларов в день. Что тоже неплохо. Но это мое мнение, естественно. Здесь же есть шкала починки этих кроссовок. Есть шкала комфорта, который увеличивает заработок в GMT до уровня 30, как здесь написано. А также есть шкала устойчивости, которая снижает затраты на ремонт этих самых кроссовок. То есть, ваши кроссовки еще и портятся. Ну, просто вообще шикартос. В общем, одевайте свои кроссовочки. Выходите на улицу. Сжигайте энергию. Жирочек, грубо говоря. И зарабатывайте какие-то приятные бонусы. Зарабатывайте мистические боксы. Здесь отображен тип кроссовок. Предел зарабатывания это сколько, видимо, можно в суточки заработать. То есть, чтобы вы не ухряпались в усмерть. Возможно, будут потом появляться здесь какие-нибудь задачки. Например, прыгни с 10 этажа на обе ноги. При этом не пострадай. Надеюсь, что это моя лишь шутка. Черный юмор, но не суть. И какая-то энергетическая шкала. Ваш бег замеряется снаружи совместно с GPS. То есть, GPS должен быть сильным. Сигнал, уровень сигнала. Вы должны бегать в любом случае. А также вы должны находиться в зеленой зоне, если вы бежите. Это такие фундаментальные условия, как я понял. В общем, здесь есть античитинг. Невозможно обмануть систему. Вы все равно должны двигаться. При оптимальной скорости, допустим, как здесь показано, 7,5 км в час вы будете находиться в зеленой зоне. В любом случае, вам нужно будет шевелить своими булочками. Ну, прикольно, прикольно. Мне нравится. Также самый прикольный момент проверить ваши свои накопления, сбережения. Ну, и также поделиться ими в соцсетях. То есть, здесь будут написаны весь ваш маршрут. Сколько вы заработали. Что вы заработали. Все так написано, что я на самом деле очень хочу скачать приложение и купить кроссовки за пару тысяч долларов. Увы. Желание, конечно, есть, но не настолько. Все эти монетки, так называемые GST, которые вы заработаете, вы можете их сжечь, чтобы ваши кроссовки стали более прокачанными и перешли на новый уровень. Также из нескольких кроссовок, как я понял, вы можете сделать какую-то очень еще мощнее кроссовку. Будет такой гибрид двух кроссовок. Интересная идея. Также вы можете просто засвапать и поменять свои заработанные на Stablecoin USDC. В общем, ваши шаги будут рассчитываться совместно с приложением Stepan. Вот так вот, вот. Интересная тема. Очень. Здесь же на сайте можно почитать их белую бумагу. Это описание всего проекта. Суть в чем? Суть в том, что с помощью GameFi Stepan стремится подтолкнуть миллиону людей к здоровому образу жизни. Бороться с изменением климата и подключить общественность к Web3.0. Одновременно опираясь на свой аспект SocialFi для создания долговременной платформы, способствующей созданию пользовательского контента Web3.0. В общем, концепция, двигайся и зарабатывай. Все, что вам нужно, это загрузить приложение, зарегистрироваться по электронной почте, получить код подтверждения, создать новый кошелечек. Здесь же в приложении, как обычно, с секретной фразой из 12 слов. Затем вам нужно в него перевести Sol Solana, купить кроссовки NFT на Marketplace. И в принципе все. Вам нужно будет начать зарабатывать с помощью приложения. Свойства кроссовок. Эффективность. Первое свойство. Налог на товары и услуги. Это одиночный режим, марафонский режим. В одиночном режиме эффективность играет роль в доходах с налогов на товары и услуги. Наличие более высокого атрибута эффективности приводит к более высокому доходу GST за потраченную энергию. В режиме марафона более высокая эффективность приводит к более быстрому накоплению очков таблицы лидеров. Удача. Это загадочная коробка. Это одиночный режим. Аренда кроссовок. Но он запустится скоро, если верить этой белой бумаге. Давайте немного о кроссовок. Здесь все эти свойства кроссовок, в принципе, мы их уже разобрали. Но есть еще типы, да, по описаниям. Что это значит? Каждый тип из которых предназначен для различной интенсивности упражнений или уровня физической подготовки. Все правильно. Базовый же доход в GST пользователей не является статичным и несколько факторов могут вызвать его колебания. Первый это эффективность кроссовок, низкая прочность кроссовок это прямое влияние на их эффективность. Также сигнал GPS, если будет плохой, то вы будете зарабатывать меньше. Если сигнал вашего телефона также плохой, прерывистый, то это также снижает прибыль. Ну и четвертый показатель это голый рандом, как повезет в общем. В зависимости какого типа у вас кроссовки, у вас также будет минимум атрибутов. От легендарного 50, максимум 112. Ну а общие, у обычной кроссовки от 1 до 10. Это опять-таки стимул к тому, чтобы покупать очень дорогие легендарные кроссовки. Однако, пользователи могут повысить уровень своих кроссовок, это хорошо, сжигая GST. Чем больше сожжете, тем быстрее прокачаете ваши кроссовки. При повышении уровня пользователи получают от 4 до 12 дополнительных очков, атрибутов, которые можно распределить в соответствии с их качеством кроссовок. Тамагочи по кроссовкам, я понял всю идею. Окей, все хорошо, и что различные кроссовки можно прокачать до разных уровней. Как я понял на данный момент, пока уровень 30 это максимальный. На максимальном уровне пользователю необходимо выбрать между получением GST или GMT. Переключение между заработком будет разрешено, если это GST или GMT, но однако будет зависеть от продолжительности восстановления самих кроссовок. То есть, есть какое-то время на их восстановление. На 30 уровне у пользователя появится возможность сжечь GST, GMT и даже NFT, то есть свои же кроссовки, как я понял, для настройки своих кроссовок. Включая, помимо прочего, изменение имени, добавление своих цитат, добавление дополнительных очков, атрибутов и прочего. Но это пока еще только в разработке. Режимы игры в этом приложении. Смотрите. В одиночном режиме пользователи экипированы кроссовками NFT. Чтобы заработать, жетоны надо двигаться. Энергия необходима для заработка токенов. GreenSatoshi GST. Каждая одна энергия равна 5 минутам движения и заработка. То есть, подвигались 5 минуточек, заработали GST. Прикольно. Энергия начинает пополняться только после того, как пользователи приобретают кроссовки NFT. Для начала пользователи выбирают кроссовки по своему выбору и нажимают на старт в приложении. Пользователи должны видеть статус в верхней части экрана, показывающий ходьба или бег, лунная прогулка, то есть луноход. Будет показано, если приложение обнаружит слабый сигнал GPS, интернета или пользователь не двигается, естественным образом. Например, использует электронный скутер или ремешок для своей собаки. Во время лунохода не будет начисляться налог на товары и услуги и пользователи могут терять или не терять энергию в зависимости от обстоятельств. В общем, у вас должен быть зелененький сигнал GPS. Всегда убедитесь, что у вас есть сигнал, прежде чем двигаться. Если нет сигнала, то лучше не двигаться, потому что вы все равно за это ничего не получите. GST или GMT в зависимости от ваших типов кроссовок будут учитывать 4 основных фактора. Это тип кроссовок, это атрибут эффективности кроссовок. Чем он выше эффективность, чем больше GST вы будете зарабатывать. Ну а с 30 уровня, соответственно, GMT. Атрибут комфорта кроссовок. Чем выше комфорт, тем больше GMT зарабатывается в минуту. Ну логично. Ну и скорость движения. Если вы находитесь в оптимальном диапазоне, то заработок будет тоже оптимален. Если вы не в оптимальном диапазоне, то соответственно нет. Естественно, если энергия ваша истощается, то и вы перестанете зарабатывать свои токены. С этим уж ничего не поделать. Мистери боксы, так называемые, в которых могут содержаться и другие кроссовочки, или не бог есть что, вам выпадает случайным образом, когда вы двигаетесь в этих режимах, в любом из одиночных. Мистери бокс содержит драгоценные камни уровня от 1 до 3. И у каждого пользователя кроссовок есть 4 слота. Также еще в процессе разработки ежемесячные, еженедельные марафоны на 5, 10, 15 км. Либо 2,5, 5 и 7,5. Бегать марафоны, конечно, за деньги. Ну нормальный стимул, вполне себе прикольный. Также в режиме разработки, если вы содержите приложение Stepan и купили уже эти кроссовки, но не хотите бегать, то будет приложение еще такое, которое вы пройдете 3 часа. 3 часа. 3 часа нормальный ход. Не более 3000 шагов в день. И доходы вам просто приплюсуют к вашим уже имеющимся. Если вы двигаетесь очень шустро. Чисто фоновый режим и это хорошо. Драгоценные камни же, выпавшие из мистери боксов, вам желтый повысит эффективность, синий удачу, красный комфорт, фиолетовая устойчивость. Здесь же в белой бумаге написано о том, как мутить кроссовки, как их объединять, сколько это всего будет стоить, как сделать, как комбинировать. В общем, такие таблички. Заходите, ознакомливайтесь, интересно это читать. Также планируется в будущем разрабатывать какие-то специальные значки, специальные задания, типа, ну, как я уже говорил, спрыгни с парашюта без парашюта, пролети пару тысяч километров, соверши прыжок через голову, сальто мартали. Ну, как бы, все может быть, почему нет. И за это вам тоже будут даваться какие-то плюшки, но в будущем. Ну и напоследок почитаем Step in Light Paper, то есть белая бумага. Что такое Step in? Это как бы то, что мы читали. Создано все для бега, создано все для заработки, ведения жителей планеты Земля в App 3.0. Как они зарабатывают? Они берут небольшую таксу за активности, такие как NFT продажи, mint кроссовок, то есть создание всех этих кроссовок, сдачу кроссовок в аренду, ну и различные индивидуальные поборы обладателей этого приложения. Также какая-то часть прибыли идет на то, чтобы уменьшить карбоновый след на планете и перечисление денег на борьбу с изменением климата. Каждый может использовать это приложение, потому что можно будет брать эти кроссовки в аренду, но это скоро появится опция. То есть не надо будет покупать за 2000 долларов супер дорогущие кроссовки. Каждый станет немного здоровее, потому что будет двигаться обладатель этих приложений. Ну а как бы стимул движения, естественно, это деньги. То есть двигаетесь, а вам за это еще и платят. Ну это как бы прелестно же. Ну и заодно вы научитесь пользоваться децентрализованным кошелечком. Это будет ваш первый шаг в мире Web 3.0. Наша миссия это приобщить миллионы людей к здоровому образу жизни, подключить их к Web 3.0, а также бороться с изменением климата. Немножко про токены. GST они безлимитного выпуска. GMT всего выпущено 6 миллиардов монет. GMT это токен управления, а GST это токен, который для повседневного использования. Токеномика. Если вы купите кроссовок, то все идет, все денежки к вам. Если вы берете в ренту, то 30% идет тому, кто взял в ренту, а 70% идет владельцу. Ну и соответственно все вы можете менять это все на Stablecoin USDC. Токены сжигаются, когда вы ремонтируете кроссовки, когда вы их разблокируете, когда вы повышаете уровень, либо бустите, бустите. Мистери бокс. GMT используется на кастомизацию, на повышение уровня кроссовок, на также минт к этих кроссовок и на апгрейд камней. Да, GEMS это камни. Распределение токенов, они были, смотрите, на приватной продаже, на лаунчпаде Binance. Команде переданы тоже такой хороший кусочек. В экосистему вложены 30%. Естественно и про советников не забыли, им 2,5% от дистрибуции токенов. И вот это вот все, 30% это тем, кто двигается и зарабатывает. Ну и в общем это вот все можно здесь увидеть. Расписано все вплоть до апреля 30-го года. Огонь, огонь. Мы находимся здесь пока что вот тут. Вот здесь. То есть практически в самом начале. Мне кажется это очень хорошо, но посмотрим чем все закончится в итоге. Я надеюсь, что мы с вами будем жить и жить как минимум до 30-го года. Всем и желаю. Дорожную карту мы прочитали и раньше. В принципе она всему соответствует. И загрузить приложение можно и для андроида, и для айфона. В общем шикарная идея, интересная. Залисти на данные монетка GMT, где ее можно будет продать после того, как вы заработаете на своем кошелечке. Естественно на Binance, на Gate.io, на Huobi Global, на KuCoin, на FTX, на Bybit. Через PancakeSwap децентрализованную биржу, ее можно даже вывести и продать на Maxi. В общем на всех биржах, самых таких крупных, можно все это сделать. Очень популярная крипта, но неудивительно, да, на 56-м месте и с такой капитализацией и так резко стартануло. Но это прикольно на мой взгляд, естественно. Ссылочки на эти биржи у меня есть. В описании к видео, здесь тоже оставлю, на тот же Binance. Переходите, регистрируйтесь. Неплохие биржи. Единственное, что Binance ограничил жителям России, ну и вообще не только жителям, а именно россиянам. Ограничение выставил 10 тысяч евро, содержать на счету. Но когда это все отменится, отменится ли вопрос? В любом случае, на децентрализованных биржах GMT можно продать. Я думаю без проблем. Смотрите, застейкать данную криптовалюту можно в паре с GMT, то есть GMT с USDT на таком сервисе, как BISWAP, на фармилке. И будете получать за это в среднем 18% годовых. Получая, естественно, криптовалюту BSV, разбор на нее и делал. Прикольная монетка, она сейчас как раз хорошо так стартанула и принесет вам прибыль, соответственно. Также можно на PancakeSwap поместить в пул, поместить в пул криптовалюту Cake. На нее тоже делал обзор, переходите по ссылочке, посмотрите. Здесь уже повеселей, под 85% годовых. Будете зарабатывать эти GMT, размещая кейки, что согласитесь, неплохо. Также здесь уже можно также разместить GMT, USDC под 32% годовых, но уже получая за это кейки. То есть не сами GMT, а кейки. То есть наоборот. Кроме того, на самом Binance можно разместить под 1% годовых, но уже просто голую криптовалюту GMT без ничего. Но согласитесь, что 1% это ни о чем. Но с другой стороны мелочи приятно, тем более это гибкий депозит, то есть с плавающим сроком и в любой момент можете от него отказаться. Если мы зайдем на такой сайте, как CryptoCompare, там можно следить, кстати, как где что шустро торгуется на текущий момент, на какой бирже, на Huobi Pro, на DigiFenix, прямо в эти минуты, какие объемы, по какой цене. Есть по парам с Bitcoin, просто с долларом, либо с USDT. Также за евро, за фунты. В общем, такой неудобный, прикольный сайт. Сразу все биржи, где лучше покупать и прочее. Много информации. Если зайти к ним на Twitter, то регистрация в сентябре 2021 года, 294 тысячи читателей. Представляете, за этот срок полгода где-то прошло. 907 твитов уже. Я подписан на BNB, Chain и Bybit, поэтому у меня написано, что это все в читаемых, естественно. Из новостей из последних о 20 апреля раздача в Пакистане, так называемый AMA, то есть это популяризация, маркетинговый, маркетинговый ход, раздают 200 GMT, именно специально видимо для Binance пакистанский. Ну, нормально и в Пакистане видите кроссовки тоже будут востребованы. В общем развивается хорошо проект. Такой интересный Twitter в принципе. Эпические кроссовочки вышли 20 апреля. Кстати, их вчера распродавали на Binance. Энное количество кроссовок кто успел купить за пол BNB сейчас они выставляются. Сейчас перейдем наконец-таки и посмотрим. По 2-3 тысячи долларов. Обалдеть можно просто. Люто, люто. Смотрите, у них хороший Discord. Тоже 247 тысяч участников, из них 34 тысячи в сети. На Reddit они также присутствуют. Здесь не очень много, 18-4 тысячи, но Reddit почему-то не особо всегда популярны, но даже здесь они ведут свои соцсети. То есть 8 часов назад последняя новость, вот где-то даже 3 часа назад кто-то разместил просто для примера какие у него есть кроссовочки, что он выполнил, что за это получил. Просто огонь. В общем, ходите, следите за кроссовками и продолжайте зарабатывать. В Telegram тоже неплохая, очень большая группа. 160 тысяч участников, из них 13 тысяч в сети. Ну, крутовато, конечно. Но самая крутая вещь, как это все можно заработать и купить, это естественно. На Binance NFT, на Marketplace Step и Asic получились NFT-шные кроссовочки. Всего пока что 2065 штучек, но это на Binance продаются, наверное, на Marketplace, которые на блокчейне Solana. Там тоже есть много чего интересного, но я как бы зашел сюда, смотрите, самые дешманские кроссовки, и то они у 26 человеков наблюдений, да, они, смотрите, пометели, да, можно купить за полторы тысячи долларов. И то, это как бы аукцион, потому что он завершится через два дня, кто-то уже делал ставочки, если вы хотите сразу купить, то можно купить за 15 тысяч долларов кроссовки, вот такие розовенькие. Модные кроссовочки, конечно, ну, они премиальные, видимо, хорошие. Тип это Walker, 23%, удача у них 11%, то, что мы с вами посмотрели в сегодняшнем видео, да, оптимальная скорость от километра до 6, вообще прикольно. Описание Asics Special Edition, японские кроссовки, используйте их, чтобы двигаться и зарабатывать. В общем, покупаете вы их за полторы тысячи и то это как бы аукциончик и через сколько они окупятся, то есть, во-первых, у них стоимость повышается, во-вторых, вы зарабатываете, когда вы ходите в приложении, то есть, такое себе денежное мероприятие. Далее, какие тут еще есть кроссовки? За 2000, 2000, 2000 ставки, да, а давайте мы просто возьмем и выставим статус просто в продаже и посмотрим, за сколько можно купить. Так, за фиксированная цена, вот, продажи, фиксированная цена, смотрите, минималка, 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 3439 долларов, обалдеть, это реальные кроссовки, вот этот, кто продает, видимо, юзер, да, он покупал их за 3100, теперь продает за 3400, при том, что качество кроссовок, но они самые обычные, common, да, обычные кроссовки, это даже не какие-то там супер-пупер редкие и прочие, это обычные кроссовочки, в общем, я этого не понимаю, вряд ли когда-то смогу понять, что продаются кроссовки за 71 тысячу долларов и кто-то это купит, не знаю, мы, наверное, в каком-то не том мире живем и мне нужно уйти в монастырь Шаоли, чтобы во всем этом разобраться, либо в какую-нибудь землянку, отшельником, в далекую сибирскую тайгу, ловить рыбу, добывать дичь и заниматься прочими интересными вещами, что у нас здесь есть по графику, допустим, да, видно явно, что канал восходящий, не знаю, рисовал тут, скорее всего, неправильно, можно перерисовать, если порисовать немного, да, то получится такой клин, как бы, зажимает цену, ну, либо восходящий канал, в любом случае, смотрите, в свое время цена уперлась в 3 бакса, мужественно, пару дней эту стоимость преодолела, затем, еле-еле, чуть-чуть не дошла до 4, уперлась в потолок, теперь пытается сейчас, была раньше, уровень был сопротивления, сейчас это стало поддержкой, то есть, мы от него оттолкнулись от 3, то есть, очень хорошая возможность сейчас закупиться, да, даже тот, кто торгует, не знаю, фьючерсами, либо хочет просто немного спекульнуть, то есть, закупиться с текущих, потому что сильный уровень был и есть, да, как выясняется, то есть, здесь покупают многие, потому что здесь предыдущий пик, последний, он очень явный и скорее всего отсюда и только to the moon, но это лишь мое мнение, я могу ошибаться, у меня на балансе NGMT-шки есть, самое интересное, что у меня и ордерочки стоят на 75 долларов по цене 75 центов, я не знаю, цены 75 центов наверное уже не будет никогда, потому что она очень-очень низко идет, это надо уже, чтобы в несколько раз капитализация упала, что должно произойти, чтобы распродать 2 миллиарда этих самых кроссовок, я даже не представляю, с такими ценами, с таким хайпом, но буду, конечно, наблюдать, к чему это все приведет, надеюсь, будете и вы. Напишите ваше мнение в комментариях, может вы купили данные кроссовки, либо они как-то вам достались, пользуетесь ли вы приложением данным и удалось ли вам заработать. поставьте лайк, если данное видео было вам полезным и интересным, подписывайтесь на канал, всем всего хорошего и покедова, увидимся, занимайтесь ходьбой, покупайте кроссовки.